Здравствуйте! Давайте с вами сегодня поменяем на видеокарте Sapphire 3X У меня не видеокарта, у меня от нее система охлаждения Поменяем подшипники скольжения на подшипник качения Вот у нас подшипники, вот это старые, а вот эти, которые мы будем ставить У меня видеокарта, вот этот вентилятор стал немного люфтить Как нужно это проверить? Раскручиваем Этот я закрутил раньше, остановился он позже То есть у него трения меньше Вот у этих двух еще нормальные подшипники, а у этого уже пошел люфт Но я сразу поменяю в трех, чтобы на будущее к этому не возвращаться И потом поставлю эту систему охлаждения на другую видеокарту, где уже вентиляторы частично не работают И еще забыл один момент отметить То есть конкретно у нас это вентиляторы 3X, которые мы меняли подшипники Все, которые я видел, систему охлаждения Sapphire 3X на 290 имели такие подшипники Также то, что я видел 2X, которые на 280-х идут, Dual X они называются Там тоже такие же подшипники стояли На некоторых гигабайтах, Wingforce'ах тоже попадаются и такие подшипники Втулки, у них диаметр втулки одинаковый Но на некоторых моделях стоят подшипники, как здесь А на других моделях подшипник по диаметру, по внешнему диаметру раза в 2,5 больше То есть там такая массивная плюшка Поэтому пока вы не сломаете вот эту пластмассу Вы не увидите, какой там стоит подшипник И также я видел MSI Twinforze У них диаметр втулки такой же, а вот какой подшипник пока еще не смотрел Потому что они все вроде как работают Хотя Twinforze попадаются и с вентиляторами со втулкой с большим диаметром, чем здесь Там подшипник точно другой Давайте начнем с подшипника, точнее с вентилятора, который разбит Как снимаются вентиляторы Можно посмотреть в другом видео Можно все это прокрутить А продолжить просмотр видео с момента, когда я буду вскрывать старый подшипник Вытаскивать его И устанавливать новые подшипники Вместо двух, точнее вместо одного подшипника мы с вами установим их два Потому что по высоте они в два раза меньше Все, открутили три винта Поднимаем вентилятор Кому как удобно, я вот слегка переворачиваю его И беру две плоских отвертки При помощи этих двух плоских отверток Я снимаю наш вентилятор Как это делается Переверну, мне вот так удобнее Как это делается, я уже показывал Еще раз говорю Вот так заводим отвертки Не сильно глубоко Но и не на самом краю Чтобы у нас Текстолит не отошел И потихоньку начинаем проворачивать Хоп И она у меня соскочила Вентилятор я вот уже разбирал, смазывал Поэтому скочил Он достаточно просто Если вы делаете это в первый раз То Усилия приходится прикладывать чуть больше Теперь Что мы делаем Протираем Сам Втулку, шток Кто как Смотрим, чтобы она у нас Не качалась То есть она бывает Вот здесь Плохо заклеена И идет люфт И восьмерки могут быть из-за этого люфта Если восьмерка из-за люфта То надо клеить Вот у меня конкретно Люфта нет Значит проблема В том, что уже Разбивается сама поверхность Не знаю, тут видно, не видно Но вот здесь я вижу сработку Как нам резкость навести Резкость наведись Вот Примерно Поверхность у нас зеркально неоднородная То есть вот эти черненькие полоски Каемки Это конкретно сработка То есть Втулка уже сработалась Из-за этого идет люфт Замена Нашего подшипника Нам поможет решить эту проблему То есть я менял уже не один такой вентилятор И после этого даже более разбитые У которых были Была сработка серьезнее, чем на этом После этого работают нормально Теперь что мы делаем Я вот обычным офисным ножом Слегка надрезаю Ах, не слегка надрезаю Сначала надо назад закрутить Закрутить три наших винта Чтобы жестко зафиксировать Эту систему Сначала наживляем Эх, отвертки размагнитились И уже не держат Просто так Винты Только на самом кончике Поднимайся Поднимайся Все Вставили Здесь желательно попадать В резьбу Потому что Вкручиваем мы в пластмассу Если Раз в резьбу не попали Можно ее сорвать И на следующий раз Уже ничего держать не будет Все затягиваем Сильно тоже Не давим Усилия Потому что Можем сорвать Эту пластмассу легко Теперь все закрепили Жестко у нас стоит она Теперь Режем Вот в этом кольце Где-то по центру В идеале Конечно Круг прорезать надо Круг прорезать Не получается У меня Я вот такими Прямыми линиями Примерно Шестигранник Получается у меня Чуть-чуть Надрезаю Пластмассу Так Так И вот здесь Раньше я пробовал По окружности Вот так Чертить Вот слегка Неудобно Часто соскакивала На сюда Ни разу Главное Повредить Вот эту обмотку Ни разу Я конечно Не повредил Лучше Вот такой Шестигранник Делать Потом Я беру Плоскую Отвертку Тоненькую Вот такого Плана И Просто Вот здесь Завожу Все И пластмасса Наша Должна По нашим Надрезам Начать Ломаться И вот так Можно по окружности Потихоньку Вот у меня Две половинки Разломалось Все Одну Выкидываем Отломали И вторую Выкидываем Тоже Ломаем ее И выкидываем Вот у нас тут Стопорное кольцо Его Не теряем Его Надо будет Надеть на Вентилятор Чтобы Вентилятор Слишком Низко Не садился На наш Подшипник Пинцетом Это делать Гораздо Проще Пинцет Куда-то У меня Убежал Не могу Найти его Попробуем Попробуем Двумя Отвертками Одной Зафиксируем Второй Возьмем Все Вот Пинцет То есть Берем Протираем ее Это Стопорное Кольцо Вот оно Бело-черного Цвета Все Его Убираем Чтобы не потерять Теперь Поначалу Теперь Нам надо Вытащить Этот Подшипник Поначалу Я пробовал Несколько Способов Как Это Можно Сделать И Самый Удобный Для меня Оказался Берем Обычный Саморез Берем Отвертку И Вкручиваем Его В идеале Вкручивать Надо Перпендикулярно Все Вот У нас Крутим У нас Прокручивается Наш Старый Подшипник Вот Слегка Она Наклонилась Ничего Страшного Теперь Прижимаем Чтоб Ничего Не выломать Не давим Сильно А держим Именно И Пытаемся Вот так Раскачать Оп И Получилось Я В этот раз Почему-то Пластик Вырезал Радиус Пластика Достаточно Маленький Я сделал Обычно Делаю Больше Но В идеале Надо делать Размером С Этот Подшипник Тогда Новые Подшипники У нас Встанут Туда С натягом И не будут Выпадать Потому что Когда большую Дырку делаешь Потом Снимаешь Вентилятор Иногда Один из Подшипников Остается На Втулке Вентилятора Ничего Страшного Ну Так В идеале Делать Лучше Теперь Все Вот у нас Наш Подшипник Вышел Оттуда Теперь Смотрим Не прилипла Ли у нас Еще Одна Шайба Вот там Находится Шайба Ну Вот здесь Я ее не вижу То есть Она не прилипла Ту шайбу Желательно Не терять Если Когда Будем Вычищать Если Она Прилипнет Ее Протереть И запихнуть Назад Вот он Подшипник Скольжения Не знаю Я их собираю Для чего Не знаю Ну Я так думаю Что их Можно Выкидывать Точнее Я их собираю Для количества Чтобы потом Посчитать Сколько Я Их Поменял Ну Вот этом Пакетике Уже порядка Их Наверное Под десяток Теперь Убираем Кидаю я В этот Пакетик Очередной Свой Подшипник Теперь нам Надо протереть Внутри Все От грязной Смазки Вот я делаю Это салфеткой Можно делать Это хоть чем Лишь бы там Убрать грязь Ничего лишнего Там не оставить Потому что Может оказаться Пыль Частички Мелкие Которые Потом могут Попасть В наши Новые Подшипники Из этого Ничего Хорошего Не выйдет В долгосрочной Перспективе Все Протер Протер Там более Менее У нас Чисто Теперь Беру Достаю Два Подшипника Модели Подшипника Я Точнее Заказывал С Алиэкспресса Я сброшу Потом Ссылку На продавца Где будут Размеры Этих Подшипников Теперь Кладем Один подшипник Можно Так Аккуратненько Выровнять И вот Видите Он сам Туда Практически Упал Также Можно Второй Сверху Положить Ровненько Подставить И Слегка Надавить Все Вот Они У нас Туда Опустились Крестовой Отверткой Поддавил Все Теперь Берем Смазку Куда-то У меня Опять Смазка Подевалась Где Наш Голубенький Шприц Вот Вот У меня Смазка Для Шрусов Голубенького Цвета Высокотемпературная Игла У меня Толщиной Примерно В шток Масло Какое-то Протереть Надо Убрать Все Это Длина Точнее Толщина У меня Диаметр В шток Беру Опускаю Туда По максимуму И начинаю Инжектировать Туда Нашу Смазку Вот Она Уже Полезла Все Ее Надо Очень Мало Часть Остается На Игле Ее Убираем Теперь Я сейчас Пойду Почищу Этот Лопасти Вентилятора Чтобы убрать Эту всю Микродисперсную Пыль Ну и Здесь Тоже Вычищу Все В идеал Вентилятор Я почистил Практически Он весь Как новенький Чтобы Дисбаланса Не было Никакого И дальше Он прослужил Нам верой И правдой Этому Вентилятору Он уже Отработал Порядка Трех лет И вот При смазке А при замене Подшипника Еще проработает Наверное Больше Теперь Я беру Стопорную Стопорное Это кольцо И вот так Его одеваю На втулку Все Вот она Наживилась И туда До упора До паза Одел Теперь У нас Будет Ограничена Посадка Вот этим Стопорным Кольцом То есть Если его Убрать У нас Кулер Будет Чуть ниже Опускаться Чем надо При работе Это никак Не отразится Но я так Думаю На долговечности Отразится Теперь Можно так Наживлять Я обычно Беру Наш Шприц Опять И чуть-чуть Смазываю Нашу втулку Чуть-чуть Сюда масло Нанес И вот так Его Размазал Все Теперь Можем Устанавливать Просто Ставим И он Туда Падает Теперь Скорость Вращения На первый взгляд Она Не улучшилась Но в процессе работы У этого вентилятора Теперь не будет люфта И я вот Менять стал Подшипники Наверное Месяцев 8 Первый назад Поменял И больше К этим видеокартам Уже не возвращался Потому что проблем С ним никаких нет Единственное Скажу Видеокарта Начинает Чуть-чуть Громче Работать Потому что Слышен Как Этот Подшипники Шарики Жужжат Когда все Три Включают Включаются На максимальные Обороты Слышимость Ну это так На грани Порога Слышимости А так Вот сейчас Когда я кручу То есть Этого не слышно И теперь То есть Надо его почистить Что-то сделать Уже не надо Ничего разбирать Мы просто Вот его Поднимаем И вот он У нас Поднимается Сами у меня Ни разу Они не слетали Ну я видеокарту Кверх ногами Не ставил Видеокарты Либо лежат Так Либо стоят Как они В системнике Должны стоять Ну точнее Вот так Они у меня стоят Не как Системники Кверх ногами А системники Если кверх ногами То системник Лежит на боку Получается То же самое Все Ну дальше Я сниму Как я вот эти Три вентилятора Буду Проделывать Ту же самую Процедуру Если кому интересно Кто-то что-то Не понял При разборке Первого вентилятора Можете Смотреть дальше Вот здесь У нас Начала Слегка Отрываться Пленочка Причем На боковых На этих Уже нету Ее Здесь Ну давайте Уберем Эту пленку Снимем Почему-то Ее сразу Не убрали Это Транспортная Пленка Чтобы Видеокарта У нас К покупателю Приходила В красивом состоянии То есть Это идеально Ни одной царапины Здесь прямо видно Как она такая Более тусклая Даже на видео Видно Здесь яркая Здесь тусклая Потому что Она слегка В царапинах Так Продолжаем Значит Разборку Второго Вентилятора Также Откручиваем Три винта Первый У нас Сразу Улетает У нас Есть Магнитная Отвертка Первый Винт Второй Винт И Третий Винт Также Приподнимаем Переворачиваем Ну Кто-то Не переворачивает Тут Кому как Удобнее Заводить Отвертки Теперь Берем Заводим Одну Отвертку Отвертки Желательно Иметь По толщине По ширине Одинаковые Чтобы у нас Плечо силы Было Одинаковое Все Завели И Начинаю Проворачивать Завел Вот так И начинаю Проворачивать Все Соскочило Теперь Снимаем Вот Все То же Самое Здесь Вот На Втулке Ну что Что резкость Вот Видно Что никаких Сработок Практически Нет Поверхности Однородно Зеркальная То есть Это нормальные Вентиляторы Которые Нормально Крутились Но Мы поменяем Подшипники На Подшипники Качения И они будут Еще дольше Работать Так Наживляем Здесь Здесь вот Пыль Откуда-то Попало Масло И Пыль Такая Маслянистая Поприлипала Ну это Все Уберем Видеокарта Это Постоянно Чистилась Поэтому Ребра Радиаторов И все Здесь Практически Как На Навье То есть Чем Чище Видеокарта Тем Лучше Теплоотвод И тем Меньше Скорость Наших Вентиляторов Соответственно Энергопотребление Их И шум Так Все Затянули Теперь Берем Нож Нож Вот он Нож И Также Ножом Рисуем Шестигранник Примерно По центру Раз Раз Грань Два Грань Три Четыре Пять И шесть Все Шестигранник Нарисовали Как обычно Кривовастенький И Берем Отвертку Плоскую Аккуратно Если Не сильно Прорежем То Бывает Что Аж Выламывается До этого Круга И даже За него Это плохо Потому что Через Эти Большие Это большое Отверстие Будет попадать Туда Пыль Все Нарисовали И Ломаем Вот Ломается Кусочками Потому что Прорези Местами Не соединил Ничего Страшного Задачу Мы свою Выполним В любом Случае Все Вот Он даже Вот здесь Чуть-чуть У меня Подломилось До Этого Кольца Наружного Здесь Вот Видим Что Шайба У нас Более Чистая Стопорное Кольцо Это Тоже Снимаем Его И Убираем В Сторонку И Проделываем Ту же Самую Процедуру Берем Саморез Устанавливаем Его В центр И Закручиваем Все Вот Закрутился И Начал Прокручиваться Вместе С подшипником И Слегка Накренивается Сразу Ну Это Я его Перетянул Ничего Страшного Теперь Опять Держим И Аккуратненько Начинаем Поднимать Я Чуть-чуть Качаю Вот У меня Он вышел И Уперся Вот здесь В пластмассу С этой стороны Я чуть-чуть Не дорезал Давайте Я пробую Потянуть Вдруг Мы ее Проломим Да Пластмассу Чуть-чуть Срезали Все Вот наш Подшипник Скольжения Протираю Его И Также Убираю В наш Пакетик Дальше Опять Иду Почищу Вентилятор От пыли И грязи И вернусь Все Вентилятор Я наш Почистил Здесь я тоже все почистил Берем Нашу шайбу Я ее опять чуть не потерял Пять минут ее проискал Ну нашел Любит она улетать Надеваем ее Наживляем Аккуратненько Сильно давить Будет сильно больно Все До щелчка Теперь Берем Наши Два Подшипничка И устанавливаем Их сюда Первый И второй Беру Крестовую Отвертку Чуть-чуть Додавливаю До низа Все Это у нас Додавилось Теперь Так же Туда Немного Смазки Пока Она не появится Сверху Все Смазка появилась Убираем Чуть-чуть Смазки Наносим На Нашу Втулку Все Что осталось На игле То и нанес И Одеваем Все Отдели Все работает Два Поменяли Остался Третий Так Третий Третий У нас Вот здесь Переехали С камерой Здесь почему-то Даже он Сверху Пыль На Лопастях Или Лопастях Откручиваем Три винта Первый Второй Третий Собираем их И убираем Сторонку Переворачиваем Вентилятор Тут кстати Под вентилятором Пух Как раз у нас Сезон Тополинного Пуха Прошел Можно его Выковырить Потому что Это не продувка Ничем Не убирается Вот эта мелочь Которая сюда Пролазит Именно под Крепление Самого Вентилятора В ребра Вот еще Вылетело Хотя Ее Продувал Перед тем Как разбирать Берем Наши Отвертки Которыми Снимаем Лопасти Крыльчатку Точнее Снимаем Которыми Вот Еще тут Почему-то Образовалось Чуть-чуть Пуха Так Все Поставили Ее Заводим С одной Стороны Заводим С другой С другой Стороны В идеале Отвертки Должны быть Друг напротив Друга Перпендикулярно Чтобы Сила равномерно Распределялась И Аккуратно Поворачиваем Оп Все Соскочило Тоже Вентилятор Грязный Весь Почистим Теперь Так Отвертки Нам Плоски Больше Не Понадобится Ставим Ее И Прикручиваем Наживляем Первый Наживляем Второй Наживляем Третий И Теперь Уже Можно Затягивать Их Когда У нас Все Отцентрировалось Все Дальше Не тянем Теперь Повторяем Наш Шестигранник Раз Два Три Четыре Пять Шесть Заводим Отвертку И Аккуратненько Прокручиваем При Замене Одного Вентилятора Я Проломил Весь Круг Скажем Так Неудачный Был Опыт Один Из Первых Работает Он До Сих Пор Только На Пыли Пылью Будет Забиваться Гораздо Быстрее Чем Нормально Разобранные Сняли Вытаскиваем Шайбу Все Вот Аккуратненько Ее Сняли Убрали Берем Наш Винт Саморез Кому Как Нравится И Вот Перпендикулярно Вкручиваем Его Пока У нас Начнет Прокручиваться Наш Подшипник Все Подшипник Прокручивается Стоит Он У нас Сейчас Нормально Придерживаем И Тянем Вверх Все Чуть Покачали Вот Про Что Я Говорил В Этот Раз У Нас Вместе С Подшипником И Вылетела Прокладочка Это Черная Которую Надо Аккуратненько Вернуть Назад Вот Тут В ней Есть Даже Как В нее Встает Втулка Наши Крыльчатки И Аккуратненько Его Туда Надо Возвратить Но Она В масле И Делать Она Особо Это Не Хочет Сейчас Возьмем Плоскую Отвертку И Попробуем Ей Туда Его Ровненько Да Вот Нужной Стороной Все Поставил Так Ну Сейчас Как обычно Я пойду Все почищу И будем Собирать Все Я все Подготовил Начинаем Сборку Вставляем Подшипник Первый Вставляем Подшипник Второй Аккуратненько Туда Придавили Берем Стопорное Кольцо Устанавливаем Его На Втулку Крыльчатки И До Упора Все Щелкнуло Берем Шприц Чуть Чуть Смазки Туда Все Вот Она Показалась Сверху И Что У нас Там Осталось Чуть Чуть Смазываем На Крыльчатке Все Поставили Вот Так Мы Меняем Подшипники Чтобы Избавиться От Люфта И Продлить Срок Службы Этих Вентиляторов Чтобы Не Менять Их На Обычные Система Охлаждения У них Достаточно Хорошая У 3 Их Поэтому Пусть Служит Дальше Вера И Правда Все Всем Удачи Пока Продолжение следует